Доброго времени суток. С вами Тимофей Андреевич, канал Вне города. Канал о том, как бывает еще. Для начала показать бройлеров. Сегодня, я просто не знаю сегодня какое число, 6, 7 сентября. Родились они 10 мая. То есть им почти 4 месяца. Вот моя гордость. Вот он. Сегодня он запел. То есть ему нет еще 4 месяцев, но он уже запел. Так смешно поет. Петя, ну-ка, кукарекни всем. Вон, лисушка из-за него выглядывает. Кохлотная. Ну, вот кто знает, кто это, петух или девочка, неизвестно. Вот и не хватит. Чтоб было понятно, Петя, ну, никого не сын. Чтоб было понятно, как зубики полные на них. Чтоб было понятно. Вот несушка. Ой, ты че? Вот несушка. Посадил их взрослым уже не слишком. Они пытаются выпрыгивать, боятся. Но они пока яйца не занесли, они еще маленькие. Вон там путешественник у меня ходит. Вон он за забором. Он всегда вылетает и всегда гуляет. Ну, вот видите, да, какая разница. Вот он, маленький, хохлатый. А вот он, большой. Видите, вот моя рука. Вот он. На блестяшку, конечно, надо реагировать. На блестяшку. То есть, они размером вот так вот взять под подмышку их и потащить. Вот, к другому не влезет. Вот они ходят. Нравится ему колечко блестящее. Вот такие здоровенные куры. Вот видите, вот моя рука, а вот его лапа. Видите, какой здоровый. А вот несушка. Вот у нее намного меньше лапки. Сразу видно, несушечка. Вот такие дела. Вот они какие-то странные. Вот эти несушки две от одного петуха. А у них и хохлатые, беленькие. Вот это вот от петуха, который вот он у меня. Вон там он сидит, пятюня. Я его уже показывал. Вот они ходят. Здоровучие какие. Ну, там видно, бутылка полтора литра. Вот посмотрите, какого размера они вымахали. Ну, вон Петя у меня самый огромный, конечно. Вон он ходит, красавец. И вот сразу видно, что он петух. Конечно, я их буду держать отдельно. Это понятно. Потому что едят они по-разному. Все-все, никого не боимся. Едят они по-разному. Размеры у них разные. Если бролер будет топтать несушку, то он и сломает ребра. Это, к сожалению, не шутка. Вот это так оно и есть, потому что они очень тяжелые для несушки. Никогда они их топчут. Просто убивают. Какие дела? Вот. Ну, для сравнения, вот они несушки. Молюсики. Пойдем покажу, как они кушают. Вот, сколько мух налетела. Вот они. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Что спрятались? Мух ловите вам. Ну, такое дело. Вот. Скоро к 10-му числу будем бить бролер. Потому что они уже выросли. Для определенного веса, конечно. Но набрали. Вот. Ну и кормить их накладно. Я еще раз говорю. Накладно кормить. Очень они много едят. Ну, как поросени. 10 бролеров, считай, сжирают. Два поросенка, мне кажется. Ну, очень много. Это и то я их не докоргливаю, потому что я экономлю. Вот. Сейчас линька началась. И они очень мало кокушек несут. Ну, это временно. Так что растаяваться не нужно. Все будет хорошо. Ой-ой-ой. Чего там такое? Они уже стали цыплята-бролеры стали половозрелы. Ну, как половозрелы? Еще нет, конечно. Но уже взрослые. И уже делят иерархию, территорию там как-то. Они там уже воюют. Кормушки кое-кого не подпускают. Показывают свой характер. Они вот такие уже. Вот. Вот так все происходит как у людей. В общем-то. Ну, ладно. Показал, рассказал. Ну, еще вот он. Видите, как поет смешно? Так, аривидерчи в попе смерчи. Все. Пойдем дальше делами заниматься.